Улица моя, дом мой, город мой, где я живу. Я люблю иной, и летом, и зимой, и во сне, и наяву. Современные дома, белоснежным облакам подстать, ну давай-ка в прошлое. Сегодня в нашем городе проходит большой праздник, посвященный закладке городского парка, который проходит под девизом «Город мой, моя Россия». Этот праздник совпал с празднованием Дня Несовисимости Российской Федерации. Дорогие читатели города Реутова, многие из вас уже, наверное, знают, что у нас в городе выходит своя газета. Называется она «Реут» по одноименному имени колокола, который стоял на сторожевой вышке еще 500 лет назад. Дорогие читатели, газета выходит раз в неделю. В ней вы можете получить всю достоверную и свежую информацию о том, что делается в нашем городе. Идя на встречу, так сказать, пожеланиям наших потенциальных подписчиков, в каждом номере газеты будет телевизионная программа. Я еще хочу обратить ваше внимание на то, что стоимость газеты всего 9 тысяч на полгода. Таким образом, за 9 тысяч вы будете иметь каждую пятницу свежую информацию о своем доме о жизни в родном городе, плюс телевизионную программу, плюс вы можете стать автором нашей газеты. Если вас волнует какая-то тема, если у вас есть интересная информация, мы рады всегда встретиться с вами, все выслушать и рассказать об этом всем нашим горожанам. Благодарю вас. Приглашаю вас во все почтовые отделения города подписаться на нашу газету. Подписка до 20 июня. В перспективе мы рассчитываем ее продлить. Не пожалеете 9 тысяч для газеты своего города. Пожалуйста, несколько слов для кабельного телевидения по поводу сегодняшнего праздника. Ну, прежде всего, сегодняшнее мероприятие, сегодняшний праздник мы постарались организовать для земляков, для ревутовчан, всех, и южной части города, и северной части города, посвященную дню заложения камня по открытию и строительству парка культуры отдыха. Проблема эта стояла на протяжении нескольких лет и особо она обозначилась на протяжении последнего времени. За последнее время мы поняли, да и, в общем-то, народ неоднократно ставил и особо обозначился вопрос на выборах главы города, когда конкретно ставился вопрос именно как наказ организовать, сделать досуг для отдыха населения и детей. Поэтому сегодня мы вот так в торжественной обстановке начинаем строительство парка. Сегодня открытие, начало этого строительства. Я бы просил всех земляков, ревутовчан, естественно, оказать посильную помощь строительству парка, потому что одним нам, конечно, осилить эту работу сложно. Я надеюсь на помощь. Ну и я скажу для своих, как говорится, земляков, для своих в прошлом избирателей, что это один из программных вопросов, которые на сегодняшний день пытаемся решить. Я думаю, что мы его в обязательном порядке решим. Спасибо. На ярмарке продавалась и книга о Реутове, в которой рассказывается о 500-летней истории города и которая вышла в свет в этом году. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в городе Реутове появится свой городской парк? Великолепно. А еще? Ну, это даст момент для отдыха людей. Прежде всего, повышение их культуры. Появится какой-то центр для прогулок того, чего не хватало нашему городу. Это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что у нас появится городской парк? Замечательно. Я думаю, что это давно такое мероприятие должно было состояться. Парк в городе нужен. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Петр Яковлевич, как вы относитесь к тому, что в нашем городе появится городской парк? Наконец-то будет место, где можно будет отдохнуть во время жаркой погоды. Я отношусь положительно. Спасибо. Пожалуйста, несколько слов о том, как вы относитесь к тому, что у нас в нашем городе появится городская парк? Вы знаете, я работаю уже, наверное, в администрации в течение 10 лет. Это было с первых дней моих работ моей мечтой. Мне очень приятно, что наконец она воплощается в жизнь. Потому что я живу здесь рядом буквально, у меня двое детей. И гулять, конечно, мы едем или в Москву, или в Салтыковку. А это будет рядом, это очень приятно. И для жителей города, и для нас. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Уважаемые риотовчане, земляки, уважаемые гости, поздравляю вас с праздником, с Днём Независимости России. ПЕСНЯ 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 ПОБлагодарить вас, уважаемых избирателей, уважаемых земляков, за то, доверие, которое вы оказали мне, избрав 21 апреля главой города. Проблема парка, она стояла на протяжении ряда лет. И вот, выйдя на выборы, всенародные, городские, вы, уважаемые избиратели и ревутовчане, земляки, обозначили и поставили более конкретный вопрос по строительству парка. Этот вопрос был включен одним из пунктов моей программы, и та команда единомышленников, соратников, заместителей поддержала эту идею и также, так сказать, взяла этот вопрос на себя, вопрос строительства парка. Уважаемые земляки, конечно, эту работу по строительству парка, аттракционов, расчистки и так далее, нам одним выполнить, конечно, очень сложно. Поэтому с правой стороны установлен щит, где размещена схема по самого парка. И я призываю вас, уважаемых земляков, дать свои предложения, как бы вы хотели видеть парк, что бы вы хотели разместить вот на этой территории парка, какие аттракционы и так далее. Кроме того, конечно, без вашей помощи нам выполнить все те работы, которые стоят по строительству парка, очень сложно. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех строителей, которые активно включились в работу по расчистке территории и устройству парка. Хотелось бы сегодня поблагодарить заместителя моего, Валерия Андреевича Жданка, который непосредственно курирует все эти вопросы, все вопросы, связанные со строительством и со строителями. Мне хотелось бы поблагодарить уважаемых земляков за то, что они откликнулись на наш призыв провести субботник по очистке этой территории для устройства парка. И я еще раз хочу призвать вас, уважаемые земляки, приутовщане, оказать нам помощь, особенно молодежь, принять активное участие в строительстве парка. И пользуясь случаем, учитывая, что 16 июня день медицинского работника, я бы хотел от вашего имени поздравить всех, кто причастен к этой профессии, всех медицинских работников. Успехов вам, счастья вам! А вам, уважаемые земляки, хотелось бы пожелать активного, хорошего отдыха и еще раз хочу вас призвать, оказать нам помощь. Еще раз всех с праздником! Сейчас в нашем городе строится картинная галерея. Очень многое сейчас зависит от наших строителей, от наших спонсоров. Но я верю в их желания и верю в положительный результат. Картинная галерея – это прежде всего культурный центр нашего города. Это тот духовный очаг, который необходим для наших детей. Ведь нам не безразлично всем, какими они войдут в 21 век. Дорогие друзья, сейчас лето, и все дети наши, конечно, отдыхают. Но тем не менее, не за горами сентябрь. И я говорю вам, что у нас в городе открылся первый в области детский музыкальный театр, школа искусств, детский музыкальный театр. Все юные таланты, любящие петь и танцевать. Мы всех вас ждем к себе в школу. Они администрации были отправлены в Англию, заняли там шестое место и третье место. Вот сейчас они хотят поприветствовать главу администрации города. Вот выходят они под свой футбольный марш, показывают вам свой кубок. Ну, повыше, поднимите его, поднимите его, передайте. Пусть все смотрят, поаплодируйте нашим мальчишкам. Это будущие футбольные звезды. Да, вот там кто-то слышал еще раз, пожалуйста, поприветствуй таким образом. Спасибо. Ну, вот сейчас капитан команды принесет сюда кубок в ход его Александру Николаевичу, как бы приглашая его в свою футбольную команду. Уважаемые земляки, наша с вами задача вырастить вот таких детей и посадить здесь сад. «Авборд» «Садiyak» «Садiyak» «Вос cadсь на полу» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот, наконец-то, эта проблема наша решилась, и я думаю, мы от этой не уйдем и построим нынешний, заложенный в нынешний сегодня парк, который, я думаю, к концу лета войдет в строй, это будет прекрасная зона отдыха наших жителей. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы в честь Дня независимости проводим маленький праздник на территории города Реутова. Это фигурное вождение, то бишь слалом. Участники соревнований это в основном мастера спортивно-технического... Спортивно-учебного центра города Реутов, товарищи представители администрации Реутова, спортсмены по автомобильному слалому для участия в автомобильном слаломе в городе Реутов готовы. Продолжение следует... Продолжение следует... Программа праздника продолжила дискотека, где уверенно чувствовала себя молодежь и подростки. Продолжение следует... Продолжение следует...